Добрый день! Начинаем самый искренний обзор новостей. В Париже умерла сбитая электросамокатом женщина. Полиция ищет двух подозреваемых. Обожаю такие заголовки. Электросамокат типа взял, сам поехал и сбил и убил женщину. Очевидно, что ним кто-то управлял, и поэтому, наверное, неправильно писать такой просто кликбейтный заголовок. Там две какие-то тетки вдвоем ехали на одном этом самокате, сбили женщину, не остановились и дальше поехали. То есть, очевидно, в принципе, не такое уж серьезное столкновение произошло, но женщину, которую задели, она упала, ударилась головой и, собственно, к сожалению, умерла. Но, в принципе, это настолько неординарное событие, настолько оно выдающееся и редко случается, что о нем раструбили просто все мировые СМИ. Шансов того, что вас там кто-то собьет насмерть на самокате, они просто настолько невероятны, малыш, что это является каким-то выдающимся исключением. Но то, что в год в ДТП умирает от миллиона двести человек, то есть просто такой город Харьков практически вымирает, об этом вы в заголовках не увидите. Но зато вот самокат, о боже, страшно, как убил человека. Хотя понятно, что там эти две тетки какие-то ненормальные. Во-первых, они абсолютно мудацким образом ехали вдвоем. Я вот это постоянно вижу этих людей, которые вдвоем на одном самокате едут. Я не знаю, они, может, себе там представляют, что они как на Титанике вот это с Ди Каприо едут на одном самокате. Но выглядит это просто, что какому-то жлобу жалко арендовать два самоката, и они просто вдвоем едут на одном этом несчастном самокате. Понятно, что у тебя там равновесие теряется, управлять неудобно, когда на нем такая масса и два человека. Ну, в общем, это аварийно опасно. Но в целом, если говорить о всех этих громких заголовках касательно того, что там где-то самокат кого-то сбил, в принципе, травмы от того, что самокат наехал на кого-то, они незначительные. И в основном там какие-то страшные истории происходят непосредственно с теми, кто управляет самокатом. А какой-то угрозы окружающим они серьезные не несут. Но понятно, что дискурс такой, что наоборот, надо все запретить, остановить. И вообще самокаты это типа самое страшное после коронавируса нашествие на нашу несчастную планету. Сервисы проката самокатов в Киеве подписали меморандум, который должен увеличить культуру и безопасность передвижения в городе. В общем, сервисные прокаты посмотрели, что вообще творится в мире, что на все эти несчастные бедные самокаты просто все озверились, там в Питере вообще их запретили. Они решили действовать на опережение, никаких там правил страна пока у нас не вела, норм нету, велодрожек нету. Самокатчики испугались, что их сейчас вообще запретят, а это все-таки бизнес и в принципе это удобная штука. И в общем, они заключили такой меморандум по поводу безопасности и там быстренько снизили скорость до 20 км в час. Напомню, раньше на прокатных она была 25. В целом считаю, что это абсолютно правильно, потому что реально на арендных самокатах ехать с большой скоростью довольно-таки стрёмно, потому что техническое состояние их не всегда самое лучшее. Плюс люди неопытные, то есть человек там впервые становится и сразу там дает, он едет 25 км в час, это довольно-таки быстро и опасно. Поэтому снижение абсолютно правильное. Также там ввели еще ряд всяких ограничений касательно их, например, парковки. Вот тут я вообще это ограничение не понимаю, то есть там в некоторых местах, например, возле станции метро, а еще в парках нельзя почему-то парковать эти самокаты, мне непонятна логика этого запрета. То есть наоборот, самокаты это транспорт по средней миле. Наоборот, удобно, чтобы ты как можно ближе мог подъехать к метро. Ну, окей, я понимаю, что там возможно, типа, будет какое-то нагромождение, но если честно, в Киеве я такого не наблюдал. Я наблюдал в каком-то Копенгагене, например, или в Амстердаме, где, да, действительно, вокруг метро стоит просто какой-то миллион велосипедов. Это да, это загромождение. А когда у нас возле метро стоит три самоката, ну, ничего страшного, я в этом не вижу. То есть там их спокойно можно обойти. Гораздо хуже, когда просто вокруг метро стоит куча мафов и еще и все запарковано. Тут как бы никого это не озабачивает, никаких меморандумов никто не прописывает, город вообще закрывает на это глаза. Но зато ужас, там несчастные эти три самоката стоят возле метро. Все, нельзя проехать, нельзя пройти, все встало из-за этих самокатов. Полный какой-то абсурд. Также они там ограничивают еще скорость, по-моему, до 14 км в час в некоторых зонах. Ну, окей, да, действительно, там по тротуарам надо ехать не быстро, это нормально. Но, например, в тех же парках, где какие-то широкие улицы, например, в КПИ почему-то ограничили, там есть улица, по которой ездят автомобили и довольно-таки быстро. Никто им там ничего не ограничивает, вообще отлично. А самокатом вдруг ограничили. Я считаю это как-то несправедливо и реально у нас фокус насчет безопасности абсолютно не на то. В Украине просто 5000 человек гибнет в ДТП именно с авто. Никто ничего не ограничивает, все там нормально, 70 км в час вообще по городу окей. Окей, то есть там умирает реально 5000 человек в год, но зато 50 плюс 20 в городе никто не ограничивает. Ни один человек вообще не умер от самоката, скорость ограничивают до 14 км в час. Ну, как бы типа логика очень странная. Но в то же время, конечно, за безопасность. И тут проблема в том, что город просто не создает никакой белой инфраструктуры, которая бы как раз отлично подошла для как раз самокатчиков и там моноколеса и всякой вот этой всей штуки. Очень грустно, что приходится вот действительно бизнесу как-то своими силами с этим бороться из-за отсутствия инфраструктуры вводить вот такие всякие глупые правила, чтобы их просто вообще не закрыли. В Киеве водитель трамвая потерял сознание во время движения. Сейчас в Киеве стоит такая серьезная жара, а в кабине трамвая было вообще плюс 47. И человек, очевидно, там перегрелся, получил какой-то тепловой удар и потерял сознание. Слава богу, обошлось без жертв. То есть там трамвай остановили, оказали первую помощь и все ок. Но это просто ситуация такая вопиющая. В каком состоянии у нас вообще общественный транспорт? Там эти несчастные все работники на нем реально в жаре работают. Никаких кондиционеров. Точно так же и пассажиры в нем страдают. Просто такие вопиющие и стыдные ситуации. А город тратит какие-то миллиарды на какие-то абсурдные и глупые проекты. Очень грустно, что это происходит. И тут можно, кстати, вспомнить нашего героя, который там кидался на водителя трамвая из своего удобненького внедорожника, в котором 100% есть климат-контроль. Потому что трамвай ему не уступил дорогу. И, собственно, тот чиновник, который тоже как бы влияет на город и на то, в каком состоянии все, в том числе и общественный транспорт. Вообще очень грустно и стыдно за такие новости. И, кстати, помогите каналу расти, напишите комментарии, поделитесь своим мнением касательно новостей, поставьте лайк и подпишитесь уже на канал этот все-таки. В Черкассах теперь можно отслеживать движение всего общественного транспорта онлайн. В общем, там создали приложение, где можно посмотреть на карте, где сейчас находится общественный транспорт. Вроде, конечно, это все прикольно и хорошо, удобно, но с другой стороны, ребята, вы должны вообще-то сделать нормальный график движения. И чтобы я пришел там в 17.08 на остановку и понимал, что в это время, как часы просто швейцарские, тут должен приехать какой-то троллейбус. Это расписание должно быть на остановке и все автобусы-троллейбусы должны соответствовать этому расписанию и двигаться по нему. Потому что я не должен там знать какое-то там приложение, качать его на смартфон. Если я какая-то бабушка, у меня вообще смартфона нету, что мне делать? Я пришел на остановку, а там просто через три года только приедет мой троллейбус. Ну, наверное, надо просто, чтобы на остановке было расписание. Вот написано в 17.05 приедет какой-то автобус, вот он там должен быть в 17.05. Причем оснастить как раз транспорт, я видел в Норвегии как раз такая штука по поводу того, как соответствовать графику. То есть там есть такое специальное табло, где ты там плюс-минус 30 секунд, тебе показывает, как ты движешься и насколько ты успеваешь согласно этому графику. Вообще прекрасная схема и там они все двигаются, просто там секунда в секунду приезжают на эти остановки и вообще красота. Надеюсь, что мы тоже когда-то к этому дойдем. Депутаты Киеврады проголосовали за снос усадьбы 19 века на Крещатике. Очень жалко стоит там историческое здание какое-то. В принципе, не то, чтобы оно там какое-то выдающееся, но все равно это формирование какого-то облика города. Оно там такое среднеэтажненькое. В принципе, его отреставрировать и будет красота. И ним там владеют какие-то застройщики, которые хотят там вообще построить просто небоскреб. И Киеврада, собственно, за это проголосовала. Правда, конечно, там все кинулись делать кликбейтные заголовки с этим небоскребом, потому что на самом деле то какая-то старая идея. А сейчас там ограничения городские все-таки в 75, по-моему, метров. То есть уже это типичная 25-этажечка. А на рендерах показывают 160-метровый небоскреб. То есть это выше там Паруса и Гулливера, что является, конечно же, просто таким кликбейтом. Это очень часто бывает. И, в принципе, у города есть возможность еще уменьшить городские условия и ограничения по поводу того, каким может быть это здание. И тут тоже необходимо разделять. С одной стороны, действительно хочется сохранить город. Хочется, чтобы облик, история. С другой стороны, там есть история в том, что изначально у этого дома там не было какого-то охранного статуса. То есть там инвестор его купил с целью построить этот, видимо, небоскреб, заработать денежек. А потом этому дому дали охранный статус. То есть это немножко нехорошая история. И такое действительно часто бывает. То есть привлекается какая-то инвестиция. Приходит инвестор, думает, о, сейчас заработаю денег. А потом город меняет правила игры. Это на самом деле неправильно. То есть с одной стороны, мне как человеку, которому жалко вообще всю вот это историческое наследие, хочется его сохранить. Конечно, мне за это там болит сердце. С другой стороны, если говорить с точки зрения экономики, то привлекать инвестиции в город – это круто. И не круто, когда вы там продаете какой-то участок с одними условиями, а потом их меняете. То есть это неправильно. Тут такая двоякая ситуация. И, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки был какой-то компромисс. И действительно сохранили это историческое здание, восстановили. И, быть может, вот наподобие того, что получилось, условно, на арсенале. Там ведь как-то вышло не застроить это все высоточками. Может, и тут выйдет. Во Львове австрийские казармы 19 века превратят на креативное пространство. Просто офигеннейшая история во Львове. Там, в общем, были австрийские казармы 19 века со складами. Потом их переформатировали при советском времени на завод. А теперь вот новое время пришло. Завод тоже уже не нужен, как и казармы. И вот эти все здания переформатируются в креативное пространство. То есть там будут, возможно, какие-то проводиться лекции, айтишники, там какие-то каворкинги. И вообще красота. То есть очень классно вообще, как одно здание, одно сооружение, как оно меняет свои функции в зависимости от того, какое там сейчас время. То есть была промышленная революция, развитие промышленности, казармы превратились в завод. А сейчас уже промышленность отходит на второй план. Сейчас более ценна как раз сфера услуг. Там самая большая добавленная стоимость происходит. И, собственно, вот это все сооружение превращается как раз в такое креативное пространство. Просто офигенно сохраняется архитектура, сохраняется история города. И в то же время вот эта переосмысливание функции – это то, что необходимо вообще ценить, то, что необходимо делать и всячески поддерживать. Очень рад за любовь, что у них такое происходит. С 2017 года резко сокращается пассажиропоток в коммунальном транспорте Киева. И если говорить о сокращении пассажиропотока, то последний год карантина тут, в принципе, все очевидно. Но дело в том, что действительно пассажиропоток, причем довольно-таки существенно сокращался еще и до этого. Так, например, в 2017 году количество человек, которые пользовались общественным транспортом в год было 453 миллиона. На следующий год, в 2018, уже 389 миллионов, то есть на 60 миллионов пассажиропоток упал. А в 2019 году вообще 323 миллиона, то есть еще на 60 он упал. При том, что, в принципе, город растет, количество населения тоже с каждым годом растет, а вот пассажиропоток падает, и вполне очевидно, куда он уходит. Он уходит на личный транспорт, у нас просто какой-то галлопирующий рост автомобилизации. И это все как раз следствие той городской политики, которая проводится. Расширяются улицы, огромные деньги вкладываются в строительство развязок, каких-то мостов автомобильных. Очевидно, люди видят, что деньги вкладываются в автомобильную инфраструктуру, значит, надо покупать машинку, чтобы комфортно ездить по этой автомобильной инфраструктуре. Общественный транспорт – это просто боль и унижение. Там ездить просто некомфортно, неуютно в основном, особенно если тебе надо пересадка, потому что, очевидно, никакие там транспорты не соблюдают графики движения. Ты, если там один еще как-то с помощью этой карты, например, в Киеве, она тоже есть, как в Черкассах, ты попал там через Изи-Вэй, подгадал, то если тебе надо совершить пересадку, вполне может быть такое, что ты просто полчаса стоишь на остановке, потому что там минуту назад уехал автобус, на который ты должен успеть, и тебе следующее надо ждать полчаса. Очевидно, человек такой, ну его нафиг, я лучше куплю себе машину, там какую-то бляху пригоню за тысячу долларов и буду на ней ездить и вообще с городом не иметь никаких дел. Я абсолютно это понимаю. К сожалению, вот такая вот городская политика, она абсолютно неправильная, и нам придется с вами ее как-то менять и улучшать общественный транспорт, иначе город станет просто абсолютно некомфортным, которым он, в принципе, уже практически стал. ЖКшечкой этой недели будет ЖК Грей на левом берегу. Это, в общем, такое огромное ЖК, там куча домов 26-этажных, просто такие с правого берега, выглядит как стена, просто типичное жлобство, и тут особенность в том, что строит это Киевмисбуд, компания, которая на 80% принадлежит городу, и по логике вещей это компания, которая должна, городская, создавать что-то наиболее хорошее для города. Да все-таки зачем мы содержим вообще тогда компанию такую городскую, непонятно. Но в итоге, как показывает практика, у нас Киевмисбуд это самое большое зло, которое строит самое большое говно в этом городе, как и Укрбуд, которая типа государственная была. В общем, вот эти все компании, их необходимо просто ликвидировать, и чтобы частники только занимались строительством, потому что то, что строит город, это полнейший страх и ужас, и тут просто очевидное максимальное жлобство. Они оградили все заборчиком, всю эту территорию просто превратили в выжженную землю, там ни травинки не растет, все деревья выпилили, и начинают застраивать ее просто такими огромными высотками. Планируется тут 13 домов по 26 этажей, класс комфорт, и с виду это такая как мокрица на генпланчике, эти высоточки так стоят ощетинившись. Ну, логика на самом деле этого расположения тут может быть и есть, потому что так получается, что у большинства окон будет все-таки хоть какой-то вид на Днепр и правый берег, что в принципе, конечно, неплохо, это стоит отметить. Также из, пожалуй, такого позитивчика касательно вида этого ЖК, это то, что тут хотя бы сделали окна в пол, это реально прикольно, когда у тебя будет вид на Днепр и у тебя окна в пол, ты будешь такой, как батя, подходить, смотреть на эту панорамку и быть счастливым. В этом плане, да, окей, хорошо. Тут также стоит отметить довольно-таки невысокая стоимость квадратного метра, старт от 850 долларов за метр квадратный, это действительно недорого, особенно учитывая рост цен в последнее время в связи с удержанием металла, ну и в целом больше спроса, и, соответственно, цены растут. Технология строительства монолитно-каркасная, стены кирпичные, кстати, это довольно удивительно при такой стоимости, все-таки кирпич это дороже, чем газоблок, я ожидал, что тут будет газоблочек. Утепление, минеральная вата, высота потолков 2,7, что стандартно, количество квартир 1520, это пока на 4 дома, а не на все 13. Состояние без ремонта, также территория тут не закрыта, и будет паркинг наземный многоуровневый и подземный с лифтом, почему-то тут выделили, что он с лифтом. Ну, отлично, видимо, наземный многоуровневый без лифта по ступенечкам. Также хочется отметить вообще абсурдность вот этого планирования и застройки такой огромной территории. У вас был какой-то комплексный, мог быть, подход. Огромная территория, и вы могли бы, там, по примеру того же Рыбальского, Файнатаун, Республики, с гораздо меньшей этажностью, снять, по сути, те же квадратные метры и продавать их дороже. Просто плотнее застраивая, они строят по периметру эти высотки, а внутри у них огромный двор незастроенный. Лучше бы его тоже застроить, но строили какую-то умеренную этажность. Тогда бы территория была более, может быть, урбанизированная, комфортная, уютная и плотненькая, что, конечно же, хорошо. Что стоит отметить? Это документы. Тут, если с целевым назначением земли, тут еще все ок. Земля, правда, арендная на 25 лет. Ну, это типа Кивмисбут, им там земля достается вообще ок. Стоит отметить тут то, как вы будете получать право собственности, потому что схема финансирования тут следующая. Предварительный договор купли-продажи квартиры с юридическим лицом. То есть до введения дома в эксплуатацию и присвоения почтового адреса имущества юридически нету, поэтому заключает предварительный договор. По предварительному договору сторона обязуется в течение определенного срока заключить основной договор на условиях, установленных предварительным договором. То есть вы, финансируя даже 100% стоимости квартир, вы получаете договор о том, что потом вы заключите еще один договор. То есть это очень мутная схема, и тут вот есть некоторые особенности. То есть из позитива это то, что это быстрое привлечение средств, потому что всего лишь один договор – это типа простенька. Но есть риски привлечения средств застройщикам для строительства до получения разрешенной документации. То есть разрешения нет, но денежки он уже может собирать. Также государство не регулирует такие договора, поэтому недобросовестные застройщики могут устроить двойную перепродажу. Государство, управляющее и другие органы не контролируют потоки привлеченных средств. Риск возможного нецелевого использования инвестиций из-за отсутствия контроля над юридическим и физическим лицом. То есть такой договор, он как бы простой, вот ты быстренько заключаешь, там никакого контроля нет, государство вообще это не контролирует. И, соответственно, тут полная свобода для застройщика. Он эти деньги может просто куда угодно перенаправлять, с ними делать, что хочешь, а вы потом в судах хрен чего добьетесь, потому что у вас договор на следующий договор. Ну, как бы я бы не стал рискать. Причем особенность вообще Киев-Мизбуда в том, что очевидно, что это типа коррупционная тема. То есть в любой момент, вот сейчас вы смотрите этот ролик, а возможно там в двери Киев-Мизбуда стучит какой-то ДБР, СБУ или НАБУ, чтобы проводить там обыск, потому что, ну, там вот захотеть, там стараться не надо что-то найти, там просто все на виду. То есть это просто такая коррупционная контора, и рано или поздно она накроется. Это 100%. По поводу хода строительства. Строят довольно медленно, ну, Киев-Мизбуда это известная проблема. Там два года от строчки сдачи, это вообще для них норма. Но в то же время они вроде как достраивают. То есть город там как бы все-таки старается. Планировочки. Вот тут как раз мы доходим до самого интересного. Во-первых, это гигантские такие дома. Просто 16 квартир на одном этаже. То есть там в доме у вас будет жить миллион человек, вы никого не будете знать. И причем эти квартирки все довольно небольшие. То есть просто создают такое типичное гетто, гостинка. Миллион людей в этом доме, и вы никого не знаете. Ну и планировки, конечно же. Планировки тут довольно-таки ущербные. То есть опять же таки не забыли позаботиться о многодетных семьях. Создали просто кучу углов, чтобы каждого ребенка можно было поставить в угол. Это просто обожают эти проектировщики какие-то делать. Я не знаю, где их находят. Также тут из особенностей, конечно же, эти вент-каналы огромные в квартирах. То есть у вас просто 25 этажей. Вам надо 25 или 26 квартир на этот один вент-канал посадить. Понятно, что он будет какого-то огромного сечения. И он будет проходить через вашу квартиру. И, соответственно, он будет создавать вот эти все неудобства. То есть какая-то хреновина у вас стоит в этой квартире, которую нельзя там не проштробить, которую нельзя там ничего засверлить, потому что это вент-канал, его нельзя как-нибудь демонтировать или же повредить. Также из особенностей вообще планировки, если посмотреть на план этажа, они там сделали какой-то широкий, огромный моб, еще и с косым вот этим коридором. То есть это место общего пользования. Обычно нормальные проектировщики стараются его минимизировать, потому что это непродаваемая площадь. Она размазывается типа на всех. То есть вы все скопом оплачиваете создание этой площади. А тут ее сделали какую-то конскую, еще и кривой коридор. Таким образом, у вас у квартиры какая-то кривая стена, но при этом вент-блок, они не удосужились за параллели с этой кривой стеной. И таким образом, там какой-то треугольник у вас в квартире, который вообще никак не используется в помещении. Ну, то есть просто какой-то полнейший абсурд. То есть эти кривые стены, эти зубья, эти вент-блоки. Ну, я не знаю, ужасные планировки. Но из плюса действительно все-таки окна в пол. Опять же такие, наверное, плюсов мало, поэтому мы их повторяем. Что в целом? Ну, разумеется, советовать покупать в таком же как квартиру вообще нельзя, потому что это ужасное такое отношение к городу. Просто создают выжженную землю, строят многоэтажное гетто. Вам будет жить там некомфортно, потому что вы будете лифт ждать два года. Вы там постаритесь, пока вы дождетесь этого лифта. У вас там миллион человек в этом доме на одном этаже только. То есть и плюс планировки какие-то ущербные. Вам придется еще деньги вкладывать в перепланирование. Ну и плюс вот это все с инвестиционным этим договором на договор. Зачем вам вообще эти риски? Я считаю, что, ну, в принципе, не стоит такое ввязываться. И однозначно не рекомендую покупать в этом ЖК квартиры. Точнее, инвестировать. Больше измерили температуру на различных покрытиях. Ну и тут совершенно очевидно, что озеленение, оно меньше нагревается. И особенно, если есть тень от всяких деревьев, то тоже меньше там нагревается город. Сейчас у нас стоит такой довольно-таки аномальная жара в Киеве. И, конечно, хочется больше тени. И, собственно, очень полезное исследование. Единственное, что оно не затрагивает, это то, что тень, в принципе, может быть не обязательно, например, от дерева. От того же здания. Например, мы знаем, что южные города, они строятся довольно-таки плотно. Там узенькие улочки, и там всегда прохлада. Они продуваются, и вообще красота. То есть тут этот момент, к сожалению, не затронулся. А это, на самом деле, очень важный момент в плане городостроительства. У нас город размазывает, как говно по стенам туалета. И просто он неплотный, некомфортный. Необходимо использовать автомобиль для передвижения. А если городок он плотненький, то есть все компактно. Во-первых, есть вот эта вся красота по поводу того, что климат там хороший. Во-вторых, хорошо взаимодействовать между людьми. Потому что, собственно, смысл города это в том, что люди живут близко друг к другу. Могут вести какую-то коммерческую деятельность. В древности они там еще защищались, чтобы стены поменьше делать. То есть все компактненько. То есть в плотности весь смысл города. Потому что понятно, что есть свои недостатки. Потому что все не любят соседей. И, конечно же, жить на ранчо тоже, наверное, супер, когда у тебя просто со всех сторон какая-то степь. Но экономически это невыгодно. То есть, да, у города есть свои плюсы. И они зачастую как бы преобладают над какими-то незначительными минусами. И вот как раз вот эта история про компактность, она очень важна еще и для тени. Ну а так, касательно этого исследования температуры. Да, действительно, озеленение помогает городу быть более прохладненьким, более уютненьким. Что еще интересно, это насчет скошенной травы. То есть трава, которая не скошена, она не так нагревается. Трава, которая скошена, она нагревается гораздо сильнее. То есть она сразу становится желтой. Она там просто как какая-то печка. Особенно если еще и сено, которое скосили, его не убрали. То есть там просто такое тепловое одеяло, которое нагревается еще сильнее. Вот это, кстати, действительно интересно. В сквере на прорезной вырезали много кустов и деревьев. Взамен высадили новые декоративные растения. В общем, прорезное, это довольно-таки старая улица, там сложившееся вообще озеленение, там старые взрослые деревья, их нахер спилили, посадили какие-то маленькие саженцы, от которых никакой тени, сейчас как раз зной, они просто там погибнут в это же лето, потому что, ну, сейчас реально очень жарко и дерево вряд ли приживется нормально. К тому же там выселили просто две тысячи с половиной квадратных метров рулонного газона, и я просто не сомняюсь, что на этом газоне нельзя будет находиться, хотя смысл газона в том, что как раз газон, он для того, чтобы по нему ходить, на нем лежать и с ним взаимодействовать, то есть если вы хотите просто какую-то красивую травку, высаживайте красивую травку, а не рулонный газон, потому что рулонный газон для ходьбы. Ну и очевидно, что вот это все спиливают старые деревья, потому что это просто распил бабла, ты когда пилишь большое дерево, ты еще и пилишь при этом так баблишечка чуть-чуть, при том ты спилил дерево, распилил баблишечка, потом еще и посадил саженец, тоже баблишка спилил, вообще красота, в общем, заработал, а на город похер, потому что ты живешь где-то, блин, за городом, у тебя там красивенько в лесу, дача и красота. Кличко публично поддержал застройщика в конфликте горожан касательно застройки озера Вырлоса. В общем, Кличко публично сказал, что он вообще там чуть ли не рос и вообще ему не нравится сейчас тот район, а вот застройщик предлагает такую красоту, там застроить озеро и вообще будет супер, от этого все только выиграют. Просто какая неожиданность, что Кличко поддерживает застройщиков, кто вообще мог такое ожидать, я вообще не понимаю, он же всегда был против застройщиков, просто главный враг застройщиков и все такое, а тут на тебе поддержал. Никогда такого не было. Ну, в общем, в принципе, застройка озера Вырлоса, это довольно-таки мудацкий проект, потому что он там не просто состраивается, береговая линия, а строится непосредственно там, засыпается это озеро и строится на воде. То есть там есть какая-то автострада и действительно есть убогая береговая линия. Вот касательно застройки вот этой полосы, я считаю, что ничего действительно плохого не было. То есть не строить на воде, а построить на вот этой выжженной земле автострадой. Вот там как раз ок, и действительно это было бы какое-то компромиссное решение. Да, вы там добавляете какую-то урбанизированной среды и при этом даете людям доступ к этой воде, делаете ее облагораживаете и делаете какую-то красоту. Это ровно то, что делается как бы в цивилизованном мире. На самом деле в мире вообще озера наоборот там вырывают, дают доступ людям к воде, а у нас типа засыпают, как в Голландии какой-то, где просто земли нет. В Украине тоже, видимо, земли нету, не хватает, поэтому надо воду засыпать. У нас как бы воды много, а земли нет. Такая вот история. Ну и Ключко это все поддерживает. В Вене вводят платную парковку по всему городу. В общем, Веня сейчас собирается сделать платная парковка по всему городу. Ну, причем это будет парковка 10 евро в месяц, вообще символическая сумма за то, что ты можешь парковаться в каком-то своем районе небольшом на улице. В принципе, вполне правильная мера, потому что ты пользуешься городской какой-то землей, ты ставишь там свой автомобиль. Очевидно, что ты должен платить за аренду этого места. Потому что почему только автомобилем, вот почему-то было всегда можно парковаться бесплатно, но если ты там что-то другое поставишь, ты должен платить за это. Например, если ты там поставишь какой-то варечек, там просто сумма будет далеко не 10 евро. И даже в Украине сумма просто там в сотни раз выше будет за такую аренду. А автомобиль паркуется бесплатно. Поэтому вот такое пользование, пусть и символическая плата 10 евро, для Вены это вообще немного, но при этом как-то стимулирует какое-то грамотное использование и ценность земли. И воспитывает, то есть в умах людей, и люди понимают, что да, вся земля, она стоит каких-то денег. И вместо парковки там мог быть что-то другое, например, более полезное. Поэтому в Вене прекрасный общественный транспорт, в Вене просто самый комфортный город на земле. Там передвигаться можно на чем угодно, там есть шеринг велосипедов практически бесплатный. Ты просто платишь 1 евро за регистрацию, а потом каждый час у тебя поездки бесплатные. То есть ты можешь всю Вену объехать на велосипеде и не заплатив за это вообще ничего. То есть там полно альтернатив, и поэтому вполне нормально, что они немножко подкручивают гаечки касательно пользования автомобилей. Потому что все-таки автомобили, они засыряют город и делают его не очень комфортным. И когда у тебя есть такие прекрасные альтернативы, то почему бы и нет? В Киеве понятно, что пока такое вводить рано, пока нету каких-то нормальных подвижек касательно улучшения общественного транспорта. То есть людям должна быть какая-то нормальная интернатива, чтобы они не жгли там какие-то кварталы, шины касательно того, что им становится хуже жить в этом городе из-за закручивания там единственной возможности передвигаться хоть как-то комфортно на автомобиле. В Новомосковске урна побила двух копников. Просто офигеннейшее видео, шли какие-то два бухих гопа, увидели урну, решили ударить ее там с ноги, типа ха-ха-ха, по приколу. А урна эта антиводальная, еще с прокруткой. Я, кстати, всегда типа думал, зачем вот такие урны. Ну, понятно, что, видимо, очевидно их проще опорожнить, но очень часто действительно какие-то гопы их бьют, и мусор весь высыпается. А тут эта урна такая антиводальная, довольно-таки массивненькая. В общем, когда ее ударили, она долбанула там одному чуваку по ноге, что тот скрутился. Потом второй решил, видимо, отомстить за другана. И, собственно, история повторилась. Два чувака там нехило так долбанулись. Просто прекрасный сюжет. Очень меня радуют такие штуки. И, в принципе, я поддерживаю такие антивандальные конструкции, которые могут, если что, даже дать сдачи. В воскресенье на Воздуховладском проспекте откроют сквер Шаповала. В общем, там общественность отстояла какой-то скверик, и его там решили немножко благоустроить. И, собственно, этим благоустройством занималась как раз-таки общественность. Она там просто влазила во все процессы, как об этом говорят. И получился просто максимально убогейший сквер. Там просто какое-то полнейшее дно, какая-то там дорожка из вышиванки. Видимо, там кто-то был патриот и говорил, что все, если тут не будет вышиванки, то я не знаю, что будет. Там потом рядом там еще какое-то говно, какой-то камень поставили, открытый грунт. То есть просто какая-то колхозная солянка лепилово. И не пойми что, реально просто какое-то убожество. И вот тут необходимо как раз сказать о том, что у нас почему-то вот в эти все процессы там строительные очень любят лезть общественность, которая в этом нифига там не шарит и диктует, что делать, как надо там проектировать и строить. Почему-то никто там не говорит хирургу, как и что там где-то отрезать и провести операцию. Но вот зато в строительство, там проектирование дорог, улиц у нас все эксперты. Хотя точно так же архитектору необходимо учиться 6 лет, чтобы стать хоть каким-то чуть-чуть специалистом. А потом он еще и опыта набирается. Но нет, понятно, что люди там с диванов и какая-то общественность, которая там где-то когда-то что-то у себя в саду посадила и там, я не знаю, что-то налепила, она, конечно же, лучше знает, чем специалисты, как спроектировать сквер. И, собственно, поэтому получается у нас очень часто вот такое вот говно. Очевидно, что общественность надо там слушать, надо там проводить какие-то общественные слушания по поводу вообще любых городских проектов. Но это не означает, что общественность необходимо прям вот так допускать до проектирования, чтобы она могла там лепить вот этот весь свой колхоз. Я, например, в детстве собирал модельки самолетов, но я же не пойду сейчас говорить авиаконструкторам, как им там Boeing собирать и что там делать, менять. Нет, потому что я понимаю, что я в этом не разбираюсь. Точно так же я, например, инженер-стритер, я в своей сфере разброюсь, но я не лезу в какие-то сферы, в которых я не шарю. Поэтому очень грустно, что такое происходит, что у нас вот, причем, видимо, там решили, ну ладно, делайте, что хотите, лишь бы вы нас не трогали, то есть там пошли на попятные общественности, и вот получилось, очевидно, что говно. На Львов обрушилась буря, потоп и поваленные деревья. В общем, во Львове там прошел дождик, подул ветер, что-то упало, чуть-чуть затопило, в принципе, ничего такого прям сильно страшного, я думаю, такое просто плюс-минус раз в 5 лет случается, но все, конечно же, под волну глобального потепления и изменения климата решили, что это изменение климата и глобальное потепление. Хотя, мне кажется, просто какая-то такая вполне тривиальная погодка, которая действительно случается довольно часто. Вон там неделю назад Крым затопило посильнее, сейчас вот Львов, в принципе, там в Киеве вот прошла еще и песчаная буря. Ну, в целом, типа, да, вот такой вот климат, и периодически это всегда случалось. Например, там наводнения в Киеве были довольно-таки давно, и вроде как пока не предвидится. То есть, какие-то маленькие потопы, но бывали и гораздо серьезнее, прям затапливало город серьезно. То есть, в целом, ничего страшного там во Львове там не произошло, поэтому не вижу каких-то там поводов для паники. Журналисты провели эксперимент, кто быстрее доедет от центра города к Дарницкой площади. Автомобилист, пассажиры общественного транспорта или велосипедист? Очень интересный эксперимент, на самом деле, и очень правильные мысли говорятся в нем по поводу того, что время стоит денег, и там киевлянам один час обходится примерно в 100 гривен. Это в пересчете на среднюю заработную плату. То есть, кто зарабатывает больше, соответственно, в час он теряет намного больше. И потеря времени в пробке – это как раз потеря денег. И это не учитывая тех потерь, которые вы там тратите на обслуживание автомобиля, на бензин и все такое. То есть, соответственно, город должен быть заинтересован в том, чтобы все жители тратили как можно меньше времени на транспорт, на передвижение. И тут, правда, этот эксперимент, он немножко, мне кажется, может быть, манипулятивный, потому что там велосипедист доехал первые всех всего лишь за 37 минут. А учитывая вот это большое расстояние, учитывая, что там горка до Печерска, то есть там средняя скорость у велосипедиста получилось 15 км в час, а это довольно-таки быстрая средняя скорость, учитывая, что все-таки есть светофоры, что есть там какие-то переходы. Ну и автомобиль доехал там вообще последний, даже позже, чем общественный транспорт. И это тоже как-то вызывает большие сомнения, потому что он там доехал аж за час 10. И в принципе, ну я тоже езжу на автомобиле и на велосипеде, и на самокате, то есть у меня есть и на общественном транспорте. И я знаю, что на таких расстояниях все-таки автомобиль выигрывает. Если посмотреть гугл-карту, которая, кстати, считает как раз-таки время поездки из средних времени поездок, то есть она замеряет то, как люди едут. Если вот выбрать то же время 18 часов, там все-таки будет интервал 25-50 минут. То есть автомобиль все-таки едет быстрее, чем час 10. И там также заявляется, что вот 37 минут – это примерно время поездки автомобиля ночью было бы. На самом деле автомобиль ночью как раз бы доехал. Вообще за 20 минут я проверил в 12 часов дня, когда в принципе трафик в городе присутствует, то там гугл показал, что за 25 минут автомобиль доедет. То есть уже как бы перекос есть, хотя понятно, что выводы правильные, но из-за вот этой не совсем такой правдоподобности немножко оно как бы это исследование меня отталкивает. На этом все. Вот такие вот новости. Пишите комментарии, делитесь своим мнением касательно них. Мне всегда интересно читать и в принципе общаться с вами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok